В Кремле сегодня чествовали героев труда. Знаки высшего признания заслуг из рук президента получили пять человек. Это и те, кого знает вся страна, и люди малоизвестные, но каждый внес огромный вклад в дело, которому посвятил всю свою жизнь. Репортаж Михаила Акинченко. Золотые звезды героев труда России в этом году вручают уже в четвертый раз. По традиции торжественная церемония приурочена к празднику Первомая. Традицией стало и то, что в списке награжденных только пять человек, пятеро героев, приехавших из самых разных уголков нашей страны. Забайкалье, Сибирь, Урал, Поволжье, Москва. Чабаны-нефтяник, артисты, военный конструктор, учитель. Люди разных профессий, но каждый из них в своей работе добился высот мастерства. Это почетное звание, безусловно, отвечает самому характеру нашего народа. На протяжении столетий он совершал не только ратные, но и трудовые подвиги. Строил великую страну, достигал научных триумфов, создавал бессмертные шедевры искусства и литературы. Наши прославленные соотечественники представляли и представляют сегодня разные национальности и вероисповедания. Но их скрепляло чувство ответственности за судьбу России, сопричастность к ее истории. Они показали, что истинный патриотизм – это, прежде всего, самоотверженная работа на благо Отечества. Из всего списка награжденных, пожалуй, только один человек не нуждается в особых представлениях. Золотую звезду президент сегодня вручил знаменитому исполнителю и общественному деятелю Иосифу Кобзону. Остальные герои – люди куда менее публичные, как, например, забайкальский чабан Далай Гунгаев. Не столь широко известен и уральский конструктор Павел Камнев. Но вот о заслугах этого человека, пожалуй, красноречивее многих слов могут рассказать созданные при его участии знаменитые крылатые ракеты «Калибр». В октябре прошлого года пуски этих ракет из акватории Каспийского моря по базам террористов в Сирии поразили военных специалистов во всем мире. О существовании такого оружия у России прежде знали немногие. Благодарю за высокую, высочайшую оценку труда. Не только труда КБ, но и труда смежной всей кооперации, которая – это десятки тысяч людей, которые направлены на одну цель – создание высококлассного образцов нашего вооружения для того, чтобы в нашей стране было спокойно и надежно жить. Звание героя труда президент присвоил и руководителю одной из крупнейших нефтяных компаний страны «Сургутнефтегаз» Владимиру Богданову. Среди награжденных и саратовская учительница истории Людмила Корнилова. 44 года своей жизни она посвятила работе в школе. Как отметил глава государства, труд каждого из награжденных, безусловно, достоин самой высокой оценки. Среди награжденных сегодня есть люди, которых раньше никто не слышал, не видел. Надеюсь, что после сегодняшней церемонии люди их увидят, заметят. От того, что их раньше никто или мало кто знал, их достижения не являются менее значительными. Все, что вы делали, а делали вы это десятилетиями, это ложится в копилку нашей страны. Помогает нашей стране укреплять ее обороноспособность, экономику, достоинство, уверенно смотреть в будущее. В завершение торжественной церемонии традиционный бокал шампанского. Поздравления с наградой и пожелания не останавливаться на достигнутых успехах. Михаил Лакинченко, Михаил Симаков, Кирилл Зотов, Первый канал.